друзья приехали в отель кемпинский здесь вот флаги все швейцарский британский евросоюз турецкий американский казахстанский есть флаг вертолетная площадка но здесь так утопично вообще и вот природа вообще сама по себе трасса здесь вот в этой части возле бодрума это примерно 20 километров на восток вот там прямо дача и вот этот остров он нам намного больше понравился оттуда мы пришли на фэри и вот этот остров он прям намного интереснее вот я смотрю этот кемпинский вроде бы пять звезд но со стороны как-то все не интересно не знаю не знаю может быть я просто зажрался но какая-то здесь вообще часть турции не очень такая хорошая не очень интересная там я вижу кемпинг для автодомов прицепы автодома стоят у меня были такие ожидания что здесь будет тусовки бары рестораны веселья на самом деле здесь ничего такого нет ну по крайней мере зимой зато друзья мы вот здесь нашли такой вот ресторан интересный на на горе на берегу прям находится он я ли ресторан называется и вот я вам покажу просто ради интереса вот турецкие цены для турков здесь иностранцев нет вот пример манты 46 лир стоит там еще какое-то блюдо тоже ну примерно 100 лир стоит 150 лир стоит тосты вот по 30 лир гамбургеры тоже по 40 лир ну примерно вот так вот у них турции все стоит салаты там по 40 по 50 лет а чай 7 лир стоит капучино 20 лир стоит вино стоит вот бутылка вина 280 лир примерно так же как магазине это вот чтобы вы понимали прямо на пляже находится ресторан вот ресторан и собственно вот сразу пляж здесь такая гигантская порция здесь мант с йогуртом 45 лир всего лишь хилтоне стоит намного меньше порция 150 специально сюда заехали показать вам этот отель кимпинский 5000 лир он стоит но цена вернее заявлено но мне кажется он вообще этих денег не стоит потому что малюсенький пляжик и вообще ничего особенного вот там мы сейчас были рядом с мариной в ресторане очень маленький отель я специально сюда спустился и плюс ко всему еще старый я не знаю вот это наверное снова издание но так себе ну как бы да прикольно да у них здесь вот эти вот дома виллы по моему еще ну в любом случае я думаю это все 5000 лир никак не стоит турции за 5000 лир можно и поинтереснее найти места там такая красивая лодка парусная яхта и мы вот в общем вот вот здесь вот так вот зашли туда в бодрум и вот туда бодрум сейчас так возвращаемся в бодрум нашу машинку купают я приехал хотел спросить как искупать он взял нашу сам а а и обман 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 а для я и 5 5 мы с вами значит сейчас искупались я не знаю он попросил по моему 30 или 40 лир я ему 50 короче говоря дал пустой бак у меня еще был я заправил полный бак топлива 650 лир машина показывает 800 километров я могу на этом на эти деньги про здесь у них пробка сейчас такая небольшая плюс две минуты и с правой стороны вот обочина такая обочина мотоциклы проезжают мопед спокойно но из машин никто не лезет никто в шашки здесь не играет не перестраивается не залазит никто никому не подрезает никто никому не сигналит никто никому вот так вот в жопу прям жопу в жопу не едет все едут спокойно культурно и вот все у них пробки так все движение община на дорогах вот так культурно очень культурно друзья смотрите внимательно вот это значит кэрфур магазин вот такой супермаркет большой вот здесь водичку продают чемоданы там трусы продают вот здесь значит от тараканов всякая продают рыбу продают а здесь здесь короче говоря гробница античная второго века вот он кэрфур вот они груши и вот она античная пещера второго века второго третьего века в общем друзья после обследования здесь территории в бодруме мы все равно вернулись в этот отель хилтон и решили здесь отпраздновать новый год друзья здесь все вроде бы неплохо вот за исключением вида здесь вид на какие-то вот вытяжки там еще мусорка какая-то шезлонги валяются короче говоря я ему сказал поменяйте нам комнату он сказал придите через час будет вам другая комната в общем друзья дали они нам другую комнату как будто бы она немного получше они сказали там еще на первом этаже есть возле спа но вот эта комната она мне показалось более просторной что ли они сказали что у них overbook полностью все занята весь отель здесь тоже вид вот такой вот на дорогу ну там будет скорее всего шоу фейерверков и это делакс это делакс она должна быть чуть чуть больше это эта комната и как будто бы она действительно чуть чуть больше не знаю я старый отель старое здание и короче говоря вот так вот в принципе все тоже самое утюг гладильная доска сейх но холодильник мини-бар большой телевизор просто единственно она чуть чуть побольше она без балкона без балкона но у нее чуть больше вид у нас здесь 31 декабря в бодруме пошел дождик две недели нас погода радовала баловала и вот вчера вечером был дождь и сегодня вот днем тоже дождик погода ясная крепость даже видно хорошо в общем друзья дождик как начался так и закончился увлажнил здесь и все а еще вот здесь вот выезд с марины такое интересное устройство здесь есть если вот так ехать выезжать из марины она колесики не про не проколятся а если отсюда заезжать то сразу колесам кипец и не подлежат они восстанавливать поэтому будьте внимательны если увидите вот такой вот знак капан то лучше не заезжайте наступил наконец-то момент уезжать нам из города бодром мы отпраздливали здесь новый год и в общем я возлагал на него такие надежды я думал что здесь будут тусовки будет веселья на самом деле город не оправдал моих ожиданий вообще абсолютно не город не его окрестности прошлый раз мы приезжали сюда лет 15 с друзьями назад может быть чуть меньше и в тот раз мне ну бодром показался каким-то другим более таким уютным веселым не знают может быть это из-за того что это было лето может быть из-за того что я не видел другой турции тогда примеру в этот раз мне не понравилось в турции в бодрыми то что здесь но вообще абсолютно никак не празднуют новый год но наверное это связано больше как бы с моими ожиданиями и как бы естественно турки но турки они как бы празднуют да они гуляют там по улицам веселятся танцуют у них даже концерты были на площади но они не взорвали ни одного фейерверка ни одного салюта и я даже помню в анталии в прошлый раз там кратковременно но салюты были вот мы сейчас едем по трассе эта трасса называется ти 330 это похоже на трассу ти 400 и едем уже возвращаемся в сторону анталии на самом деле мы выбрали самый возможный такой европейский отель это хилтон мы его выбрали на на набережной практически в самом центре в самом сердце тусовок и в самом отеле вообще не было ничего то есть они там устраивали в суши баре в суши ресторане суши такое мероприятие с алкоголем с диджеем все но там было очень грустно дидже играл очень грустную вообще музыку такую нылую какую-то кислотную вообще никакую то есть диджея по сути он может как бы играть музыку разную может популярные какие-то музыки треки может какую-то просто мелодию которую вообще никто не знает и абсолютно не ритмичную под которую вообще не охота не танцевать вообще даже находиться не охота лучше бы наверное было бы если бы вообще была бы какая-то тишина там такое классное место она находится ресторан на террасе на возвышенности на третьем этаже и вот этот вот диджей потом кухня тоже сама по себе я знаю японскую кухню я ее очень люблю но она какая-то то ли не японская то ли какая-то не знаю невкусная короче говоря мы там понаходились понаходились потом пошли гулять по набережной вот эти вот рестораны которые я вам показывал там очень много ресторанов около ста наверно ресторанов может 50 точно есть и только в двух или в трех ресторанах более-менее играла музыка нормально один ресторан был ну такой бюджетный вообще бюджетный при бюджетный туда всех подряд пускали и там любой желающий мог зайти просто потанцевать живая музыка была второй ресторан нас не пустили потому что туда только пазель по резерву там тоже интересная музыка и еще там клуб есть на углу но он самый популярный в бодруме туда тоже может любой желающий зайти но там тоже как-то все это я не знаю то ли уныло то ли еще что-то как-то очень много было местных которые напились некоторые там подрались на площади я не знаю как их там полицейских на самом деле было немного и полицейских машин было немного как они справлялись с ними потому что там толпа была очень большая именно вот местных потому что там какой-то популярный артист выступал и он выступал именно вот для местных не для иностранцев иностранцев было очень мало бодрыми и вообще атмосферы новогодние вообще не было ни капельки если допустим в анталии в прошлом году там прям в каждом отеле музычка такая торжество там такая атмосфера новогодняя то бодруме вообще вообще ну просто какие-то отголоски так так все скудно было и в общем я считаю что бодрум для празднования нового года да и вообще бодрум зимой наверное так себе направление не очень хорошее местные здесь они не не знают что такое алкоголь не пьют его алкоголь этот часто а если выпивают то как бы их уносит уносит сразу они там хотят танцевать там еще что-то очень много мужчин девушки практически не гуляли а вот мужчин местных очень много было они такие безобидные то есть хотят там как-то познакомиться потанцевать но если девушка отказывает они сразу четко это как бы понимают и дальше не настаивают не не агрессивные короче говоря вот между собой до подрались а вот так вот девушек для девушек в принципе это относительно безопасно я вообще честно говоря сразу хотел оттуда уехать просто нам надо было ехать либо восьмир а это очень далеко либо возвращаться в анталию я сразу понял что там так себе будет торжество и короче говоря я хотел свалить оттуда уже сразу когда там оказался но бежать было некуда вот но мы наконец-то отпраздновали новый год в принципе новый год был веселый как и прошлый год был очень хороший год и я думаю 2 2023 будет еще лучше потому что как мы с вами захотим так она у нас и будет в любом случае а мне в основном говорят вот бодром здесь такие лакшери отели это такой тип лакшери направления ну не знаю для кого-то может быть она и лакшери но я и получше места все вот эти отели лакшери кимпинский свисотель редисом они все либо на ремонте либо там еще что-то с ними в общем мы сейчас вот так вот чуть-чуть по западной части едем на север по вот этой внутренней бухте дорога идет по серпантину здесь мы еще не ездили но сейчас если интересные места будут попадаться будем делать остановочки как всегда все для вас показывать рассказывать в некоторых местах здесь греция уже совсем близко-близко некоторые острова вообще на расстоянии там тысячи метров от турции я честно говоря не знаю как они борются с нелегальной иммиграции потому что тысячи метров можно проплыть просто тупо вплавь даже ночью и оказаться допустим на греческом острове здесь очень большой архипелаг греческий и можно просто оказаться на этом острове на троне можно спокойно с побережья долететь и весь этот греческий остров соседний облетать спокойно природа тоже так себе в бодруме вот мы сейчас как бы едем дети вот здесь леса зелень такие живописные это дороги но это уже не подруга то есть мы отъехали мы уехали в сторону материка достаточно так неплохо а вот этот бодрум и сам по себе полуостров ну он такой слабенький и причем еще что самое интересное друзья что все отцы все отели более-менее такие престижные они как правило на новый год цены поднимают особенно если это какие-то в центральной части они в два-три раза цены увеличивают на проживание хотя хотя людей ну просто как бы нет там я не знаю зачем они это вообще делают и насколько это обосновано потому что вот этот хилтон в котором мы жили я честно говоря думал что ну там будут иностранцы там будет какая-то веселая тусовочка вообще ничего подобного этот суши бар там только вот на балкончике на террасе было пять или шесть столов и все а внутри целый сдала они все накрыли это все сделали но никто не пришел причем вход был достаточно бюджетный 2000 лир за двоих они там угощали суши давали вино любые напитки давали soft drinks без ограничения ну типа кока-кола чай единственное что я думаю их подвело это вот этот вот дизельный диджей весь в татуировках и он вообще такую отвратительную музыку играл что просто там никто не мог находиться и он еще и играл громко очень люди хотят общаться это музыка им не нравится а он еще громче и громче и каждый трек все хуже и хуже я думаю но может быть час уже следующий может быть нормальной начнет нет все хуже и хуже и хуже поэтому всегда узнавайте что за диджей что же это может быть даже было бы проще нам будет прийти туда просто по меню заказать что-то что мы хотим и в любой момент не понравилось ушли и все вот мы сейчас отъехали километров 30 от подрума и я вот с левой стороны вижу титаник там и еще что-то большие такие отели это скорее всего по системе все включено работают турция она такая красочная такая прекрасная подруму доля ограничены какой-то то ли еще что-то но он-то такой тусовочный там клубы как бы все типа мармарис у меня не понравился наверно из-за того что я алкоголь не пью а так тусоваться туда ходить каждый день это типа мармарис лайтс еще что хотел сказать сейчас нас остановил полицейский и но у них прям кпп такой кордон они всех подряд останавливают и он говорит типа я горько вы ее привет типа как дела он говорит driver license а я ищу 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 паспорт достал там хочу ему открыть первую страничку он говорит ладно окей чай короче даже ему не интересно что я ему там покажу что еще что-то причем в турции у них вот здесь вот так везде у них там нет такого что типа там дыхни не дыхни он даже ко мне не приближался вчера новый год все выпивали я думаю он просто по планшету 2 человек его коллега просто по прошу планшету проверил есть ли нарушение или нет и если нарушение нету просто отпускает и все короче следующий полицейские здесь в турции они такие они никак не этот и напрягают никак не этот вот они именно вот больше про охрану порядка про заботу про все такое не так как у нас ну или где-то в снг где хотят что-то найти хотят что-то какое-то нарушение еще что-то вообще полиции полиция она направлена на то чтобы оберегать граждан в турции это очень хорошо работает вот это вот архитектура вот этот вот стиль санторини белые домишки белые дома это архитектура греческая на самом деле она только здесь в этой части турции встречается но наверное это связано с тем что здесь и греция рядом и грец и греки рядом и шили и бывшая это греческая территория и короче говоря у них здесь вот такой вот стиль и они будут эти стили домов меняться на самом деле друзья вот она наша заключительная бухточка на нашем пути с левой стороны и здесь такой неглубокий залив и видимо здесь какие-то то ли раки живут то ли еще что-то какие-то креветки ракообразные и очень много фламинго фламинго вот прям стаями здесь пасутся пейзаж здесь не могу сказать что прям супер какие но зато вот прям стая фламинго пожалуйста прямо по горизонту проезжаем город милас едем в сторону муглы и здесь есть крепость бесин или бичин не знаю точно как она называется там вход всего лишь один доллар стоит но не знаю сейчас пойдем туда ли не пойдем но я попробую здесь для начала полетать с дрона с дроном полетать поснимать хороший кадр вам странно сделать а зайти наверное вы и сами туда сможете помимо крепости здесь на самом деле обнаружили целый вообще древний город и обнаружили вот когда раскопки делали возле этого этой крепости возле этого замка обнаружили в 2014 году банный центр банно-прачечный комбинат вот а вообще крепость вот так вот выглядит в общем друзья я думаю мы не будем останавливаться в этом городе а потому что город маленький и крепость тоже не могу сказать что прям такая супер интересная я сейчас взлетел на дроне и короче говоря здесь больше это похоже на плато такое там такая большая лужайка и она просто окружена такими стенами и вот с одной стороны и с той стороны тоже обрывы а с той стороны просто гладко ровно а я вам так скажу если вы раньше здесь не были если вы приехали допустим тут аэропорт тоже есть можно прям водром сюда прилететь если вы раньше не были в крепостях приедете на машине я думаю вам будет интересно друзья очередное мое удивление едем мы сейчас по трассе вот трасса d330 вот она вот здесь проходит здесь такая большая площадка есть вот этот микроавтобус на нем приехал человек из германии и возможно даже там не один и он там в этом микроавтобусе живет так вот город древний античный вернее его руины находится прямо возле трассы вот туда мугла там еще один город будет у нас он называется город стратаните прям на трассе стоит там вот кто-то даже на машине вовнутрь заехал костры кто-то жгет и вы можете вот прям на трассе грубо говоря остановиться и где-то вот там внутрь вниз спуститься бесплатно здесь до сих пор еще раскопки идут повсюду вот эти античные валяются руины короче говоря здесь в турции на каждом шагу достопримечательностей царь селевка первый он был другом молодости македонского и он был основатель сирийского царства антиох был сыном селевка от первой жены и он был единственным наследником и вот когда он мысли это был престол он вот влюбился во вторую жену был влюблен во вторую жену этого отца своего ее звали стратоникой стратоникой поэтому он так этот город назвал в общем друзья если вы будете ехать из бодрума в муглу или из муглы в бодрум скорее всего вы будете ехать по этой трассе потому что это одна из самых ключевых здесь скоростных дорог возможно еще есть платные дороги возможно даже мы едем по платной дороге но она не была не похожа конечно на платную и знаков никаких не было то она очень хорошая широкая и вот там еще у нас есть один город между бодрумом и едут и муглой а вот здесь вот что-то у них здесь пар идет с правой стороны и трубы что-то они здесь молотят шахты какие-то теплостанция да здесь учено делает зачем в турции так же тепло я думал я от моря уеду думал здесь не будет античных городов фиг там здесь их еще больше они не заканчиваются реально на каждом шагу эти античные города я даже не знаю сколько их здесь ну вот это музейная карта они пишут что более чем 300 музеев друзья мы приехали в мугле я даже не знаю как это назвать отель это или квартира трехкомнатная в общем гигантская комната тут такая за 1000 для всего лишь вот пожалуйста завтраком с видом на гору здесь море ничего такого нет а а здесь чем а здесь еще одна комната купаться плавать я еще не удивлюсь что здесь спа есть и по-моему кроме нас никто здесь не живет здесь еще туалет есть в коридоре еще есть туалет если вам вдруг будет мало здесь есть еще туалет пожалуйста это митинг комнаты а здесь по-моему еще точно такие же комнаты как у нас тоже открыты все очень интересно все проветривается пожарная лестница железная все как положено но здесь никто не разговаривает по-английски если вы придете даже на рецепшен она не понимает по-английски вот зато в самом центре в самом сердце находится этот отельчик и здесь все кафе и рестораны все рядом нам еще предстоит выяснить только какие здесь есть достопримечательности но это однозначно не туристический город на крыше у них здесь такая терраса в обе стороны вот на гору и на ту на противоположную сторону и а здесь ресторан у них еще весьма прохладно было даже была отрицательная температура ночью здесь в этом городе можно как и всех городах турции в большинстве можно подняться на возвышенности увидеть как расположен город данном случае он расположен в долине на высоте около 600 700 метров и очень красивый ландшафт здесь много зелени но зимой достаточно прохладно поэтому мы приняли решение возвращаться в марморис в параметре и в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok